Ровно 10 дней остается до местных выборов на Украине. И выясняется, что принять в них участие не смогут свыше миллиона человек, полноправных граждан, которые всего лишь были вынуждены переехать вглубь страны из Донбасса. Так называемых внутренних переселенцев просто лишили права голоса. Репортаж Ольги Князевой. Интернет провели, и можно всю информацию, что происходит в мире, и в родном Краматорске черпать. Краматорск родной, а дом теперь все-таки в Киеве. И пусть не два этажа в частном секторе, а крошечная комната на окраине, воскалеченный войной город, мать с дочерью решили не возвращаться. Пробуют устроиться в столице Украины. Но даже спустя год переселенцы называют себя людьми, которых нет. Для работодателей, врачей, чиновников. На выборы президента я хотела проголосовать, когда была в Днепродзержинске. Но у меня ничего не получилось. И заявления писали, и все. Но в то время еще не было, это был мой месяц, не было еще статусов вообще, даже разговора не было статуса беженцев. А никаким другим способом я не могла проголосовать. Примерно полтора миллиона украинцев, хотят они этого или нет, на местные выборы не пойдут. По украинским законам голосовать можно только по месту постоянной регистрации. Статус переселенца такой возможности не дает. Для сотен тысяч людей сначала хотели сделать исключение, но последняя надежда на право голоса разбилась о незапланированные каникулы депутатов Верховной Рады. Парламентарии в следующий раз соберутся 3 ноября, уже после выборов. Таким образом, они игнорируют несколько законопроектов, которые могли бы обеспечить этим украинцам возможность голосовать. В Верховной Раде лежат четыре закона, но в Верховной Раде не доходят руки до того, чтобы принять эти законы о нашем голосовании. Думал заявление взять, приехать с людьми поговорить, чтобы надо же за кого-то голосовать, кого-то поддерживать. Мы же сколько здесь находимся. Виктор из Луганска. В Киеве полтора года. Еще за несколько месяцев до предвыборной гонки. Он обивал пороги администрации. Просил о возможности выбирать местную власть. Не только за себя. Здесь, на территории построенного еще в советские годы, санатория. Таких безголосых много. Больше ста человек. Там бабушка не осталась. Она не хочет сюда? Пятилетняя Алина уверена, приют от слова «ютиться». Комната не больше восьми квадратных метров. Для многодетной семьи это и кухня, и спальня. А в этой комнате вообще что? Здесь мы живем, спим. Я, муж и девочки. И готовить? И готовлю. Вот в этой комнате. На какой кровати покажите? Ну вот здесь мы спим, вот все. Все вчетвером. Уже через год такой жизни. Каждый из них привык спать, есть, делать уроки в любых условиях. В комнате, где живут старшие дети, нет места даже для шкафа. А пятилитровая кастрюля с борщом, кажется, занимает полквартиры. Но цены за все эти удобства санаторные. Койко-место 3000 гривен в месяц. Почти 10 тысяч рублей. Кстати, в три раза больше, чем пособие от государства. Оплачивать комнаты частично помогает как раз киевская областная администрация, которая после местных выборов может уйти в отставку, и за которую этим людям нельзя голосовать. На этих местных выборах мы видим, что есть попытка действительности просто ограничить возможность для части украинских наших избирателей голосовать в местных выборах. То есть, по большому счету, лишить их важного политического права формировать власть. А это как бы ключевое правило для любой демократии. И это в действительности в будущем, еще раз подчеркну, по моему мнению, будут ставить многие вопросы по поводу легитимности этих выборов. Парадоксно, на этих предвыборных флакатах вполне могли быть лица героев этого репортажа. Ну вот так, например. Потому что по украинским законам переселенцы имеют право баллотироваться в мэры или депутаты Киева. И получается, по тем же законам не имеют права голоса. Украина заявляет, что активно держит курс на Европу. Стремление стать частью Евросоюза президент и премьер ставят во главу угла и чуть ли не каждый день говорят об этом с разных трибун. При этом без лишних объяснений в этой стране нарушаются демократические права полутора миллионов человек. Ольга Князева, Татьяна Ревенко, Наталья Литовко. Первый канал. Киев.